Это Первый городской. Здравствуйте. О самых важных событиях пятницы 20 января расскажут наши корреспонденты. Я ведущий Иван Дычак. А вот и главная тема выпуска. Алабаи в ринге. Активистку Инну Иванченко обвиняют в организации жестоких собачьих боев. Когда собака без намордников цепляется в другой за шею, за шкуру, за горло, наматывает, начинает тушить. Город Вальдум. Жители Кривого Рога травмируются из-за скользких дорог. Процент госпитализации все-таки, вы видите, практически, можно сказать, в полтора раза увеличился. Цветы к подножью героев. В Кривом Роге прошли торжества, посвященные Дню Соборности Украины. Подробности этих и других новостей дальше. Зверские бои. В сети интернет появилось видео незаконных боев собак породы алабай. В числе болельщиков экс-кандидат в мэры Инна Иванченко и ее муж Сергей. Организаторы жестокого спарринга говорят, это всего лишь тестирование служебных псов. Но на кадрах четко виден азарт у хозяев животных и то, как они стравливают собак на схватку. Насколько законны такие бои, разбирались кинологи, правозащитники и корреспондент первого городского Вероника Лавриненко. Этот ролик выложил в интернет правозащитник Александр Кудинов. Он нашел записи беспощадных собачьих боев в соцсети на странице активистки Инны Иванченко и других организаторов подобных нелегальных спаррингов. Говорит, на видео явно видно жестокое обращение с животными, еще и на глазах у детей. По этому поводу написал заявление в полицию. Когда собака без намордников цепляется в другую за шерсть, за шкуру, за горло, наматывает, начинает тушить, после этого, конечно, их там растаскивают. То есть, очевидно, на этих боях нет такой цели. Мы же не знаем всего-то, чего-то надо расследовать. Более того, какое преступление, оно равняется открытым. Здесь есть квалифицирующие признаки статьи 399. Натравленные, в первую очередь. Что приводит к жестокому обращению. Экс-кандидат на пост мэра Кривого Рога Инны Иванченко, которая на видео болеет за своего алабая, всячески натравливает животное на четырехлапого соперника. Оправдывается это тестирование для служебных собак. И необходимо, якобы, чтобы закалить их характер. Такой жестокий аттракцион, по ее словам, устраивается не для хлеба и зрелищ, а чтобы определить среди щенков, кто сможет охранять двор. Мы привозили, могли привезти свою молодую собаку для того, чтобы посмотреть, кобель перспективен в плане смелости, психика, свои качества породные алабайские. Он подтвердит или же он опустит хвостик, уйдет и в сторону. Значит, он просто на охрану будет. То есть, а если подтвердит, значит, он готов давать потом все такое же себе. Пастушья собака, охранная. Кинолог с 12-летним стажем, который дрессирует собак разных пород, тоже посмотрел это видео. Говорит, это не проверка охранных качеств. Для защиты территории собак тренируют по-другому. Сначала обучают стандартным командам, затем направляют животное на человека в спецодежде с командой «ФАС». При этом очень важно, чтобы пес реагировал на команды хозяина «ФУ» и «СТОП». Это не профессиональные бои, это просто как бы тестировали собаку, способна она, не способна. То есть, видно, что собаки молодые, способны, не способны для боев именно с животными. И, ну, мое мнение, это ненормально, когда, ну, животное, одно дело, когда они сами по себе что-то повздорили, друг друга покусали. Ну, просто это природа, да, я согласен. Ну, а другое дело, когда целенаправленно направлять собаку, чтобы рвало другую собаку, это уже ненормально. Кинолог говорит, такие стравливания приводят к нарушению психики собак. Соответственно, животное сложно при этом дрессировать и останавливать. Это может грозить даже тем, что пес нападет на хозяина и не будет слушаться команды «Стоп». По факту жестокого обращения с животными в Саксаганском отделении полиции открыли уголовное производство. До очередной части Саксаганского отдела полиции обратился человек с письмовой заявкой о жестокое поводжение с животными. Данное событие было внесено в единого реестра досудовых расследований, начатое досудовое следствие за статей 299 Криминального кодекса Украины. Тем, кто причастен к незаконным зверским боям, грозит штраф или арест до 7 месяцев. Полицейские говорят, очень редко люди обращаются с заявлениями по статье жестокого обращения с животными. Но за первый месяц 2017 года это уже второй случай только в Саксаганском районе. Вероника Лавриненко, Максим Пономарев, Евгений Жилай, Александр Бондаренко, Первый городской. Поддержат или ликвидируют. 25 января на сессии горсовета депутаты рассмотрят сразу две петиции. Первая касается расширения штата муниципальной гвардии, вторая наоборот на расформирование. Последняя была зарегистрирована на сайте горсовета в конце октября, после того, как на сессии произошла драка между коммунальной охраной и активистами. И набрала более 500 голосов почти за три месяца. Автор обращения требует ликвидировать муниципальную гвардию, потому что она не служит интересам криворожа. Тем временем, петиция в поддержку коммунального предприятия расширения штата гвардейцев удивительным образом набрала необходимое количество голосов всего за неделю. Напомню, содержание муниципальной гвардии обойдется городу почти 450 тысяч гривен. Изначально выделение такой суммы не было предусмотрено в местном бюджете. Изменения связаны с увеличением городу субвенции от государства, а также роста минимальной заработной платы до 3200 гривен, которые теперь будут получать гвардейцы. Любая петиция, как проблемный вопрос, который очевидно волнует как минимум 500 жителей города, а как правило на самом деле гораздо большее количество, просто 500 это минимальное количество лиц, которые ее поддержали на соответствующем интернет-ресурсе, должна быть рассмотрена. Ввиду того, что в случае рассмотрения петиции это запускает механизм детальной проработки. Ну и в целом, те вопросы, которые мы сейчас поднимали на комиссии, если мы говорим о коммунальных предприятиях, независимо от муниципальной гвардии, либо любой другой, который использует деньги городского бюджета, должно быть хорошей традицией, регулярные отчеты руководителя такого предприятия, менеджмента. Потому что всегда в любом предприятии есть проблемы, мы должны понимать, эти проблемы решаемы, есть перспективы развития предприятия, либо предприятие просто осваивает бюджетные деньги. Город во льду ежедневно на улице Кривого Рога выезжает от 80 до 150 снегоуборочных машин. Чтобы одолеть стихию, работают от 3 до 4 с половиной тысяч коммунальщиков. Тем не менее, снег превращается в кашу, а затем застывает большими глыбами льда. Чтобы горожане могли спокойно передвигаться, по тротуарам уже потрачено 7 с половиной тысяч тонн посыпочного материала. Но люди продолжают падать и ломать руки и ноги. Почему, расскажет Галина Гонзенко. Много льда еще осталось. Реально тяжело ходить. Реально тяжело ходить. Не совсем довольны. Можно было бы постараться, чтобы было бы хотя бы чуть-чуть лучше. Все-таки на аптеку каждый старается не работать. Да вот чуть-чуть дальше, там уже есть тротуар напротив института. Отличненько там убрано. А тут что-то мы уже не доехали. Тротуары не столь убраны. Допустим, если для молодежи это будет не столь трудно проходить, эти все сугробы и сложности, то для пенсионеров это будет вообще неудобно. Они будут падать, травмироваться. К состоянию центральных дорог не придраться. Они расчищены до асфальта. А вот на тротуарах и во дворах ситуация не такая оптимистичная. Пенсионер Федор Михайлович живет в многоэтажке. Но во дворе все дороги покрыты снегом. Мужчине уже 81. А в такую погоду даже мусор выбросить проблематично. Как выпал снег, как начался мороз, никто никогда не чистил, не проезжал, не посыпал. Вот то, что люди ходят, протаптывают тропиночки, вот по этим тропинкам и ходят все. Два рядышком детских садика, водят детей туда. Ну а чистки дороги внимания никакого не обращают. Медики говорят, в гололед чаще всего при падении ломают руки. Нередко голень и бедро. Лишь в декабре из-за полученных травм скорую вызывали 245 раз. 110 человек госпитализировали. Остальные 135 пострадавших лечились амбулаторно. За 20 дней января 227 случаев травматизма. Из них 112 госпитализаций. То есть процент госпитализации все-таки практически в полтора раза увеличился. Небольшая оттепель, дождь и следом мороз, который заморозил уже это покрытие. В довольно-таки в неровных вариантах. Естественно, травматизм из-за этого и увеличился. Что касается переохлаждений и обморожений, то в декабре было зарегистрировано 17 случаев. И за почти уже три недели января 15. И это при том, что сильных морозов еще не было. Галина Гонзенко, Евгений Анистрат, Первый городской. Адвокат за счет государства теперь на бесплатную правовую помощь могут рассчитывать криворожане, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов, то есть 3000 гривен в месяц. Соответствующие нормы заработали в связи со вступлением в силу закона про высший совет правосудия. Отмечу, раньше на бесплатные юридические консультации адвоката за счет государства могли рассчитывать горожане, которые получают меньше одного прожиточного минимума. Также услугами центров бесплатной правовой помощи теперь могут пользоваться вынужденные переселенцы и участники боевых действий, независимо от вопроса, с которым они обращаются. Всего в Кривом Роге работает два таких центра. На площади Александра Поля и по проспекту Героев-Подпольщиков. А также отделения в Покровском районе, куда могут обращаться не только жители города, но и ближайших сел. В 2016 году бесплатной правовой помощью воспользовались почти 5000 криворожан. Суттєво расширюється коло осіб, які зможуть до нас звертатися за такими видами правовой допомоги, як первинна права допомоги, консультації, роз'яснення, звернення до суду, представництво інтересів, складання процесуальних документів. Все це, всі ці послуги можуть надаватися людям у місцевих центрах безоплатної вторинної правовой допомоги. Згорела легковушка. В ночь на 20 января в Долгинцевском районе во дворе одной із многоэтажек згорелся припаркованный автомобіль. По предварительной информации, в речіной пожара стало короткое замыкання електропроводки. Моторный отсек салона и большая часть кузова практически полностью уничтожены пламенем. На месте происшествия работали спасатели, а только под утро огонь удалось ликвидировать. Устанавливать истинные причины пожара будут вследствие Долгинцевского отделения полиции. Цветы к подножню героев. В преддверии Дня Соборности во всех районах города провели торжественные митинги. В Металлургическом состоялось возложение цветов к памятнику погибших героев АТО, как символу современных защитников единства и целостности государства. Главное же официальное действие происходило в центрально-городском районе у монумента Тараса Шевченко. Чиновники, руководители местных силовых ведомств, криворожские депутаты и главы районов почтили память патриотов, которые боролись за независимость Украины. К празднику флешмоб. Приближение Дня Соборности Украины ученики 113-й криворожской школы отметили необычной акцией. Пять минут согревающих танцев под патриотические хиты последних лет. Такой небольшой перформанс устроили старшеклассницы, пока ребята и их сверстники запускали небесные фонарики. В окончании действия в небо отправились и несколько десятков желтых и синих воздушных шаров. Несмотря на морозную погоду, все участники флешмоба были веселы и активны. Сегодняшний наш день начался с выховной часы до Дня Соборности Украины, государственного света и закончился нашим патриотическим флешмобом. Дети все приняты, как видите, поднесенным настроем, любовью до своей родной школы, до своей семьи, до нашей страны. Новый год на Гаверле. Тот случай, когда праздник менее чем за одну тысячу гривен запомнится навсегда. Вместо семейного ужина и традиционного салата оливье Николай кушал перловку и мивину. Сон в теплой кровати дома под одеялом заменила палатка, в которой был один спальник. Книга Виктора Гюго «Труженики моря» стала отличной альтернативой новогоднего концерта по телевизору. Ёлку вместо игрушек и гирлянд украсила природа снега, а сам праздник прошел в горах. А в одном из самых интересных и увлекательных празднований Нового года репортаж Николая Чировая. Початок маршрута ось тут, село Квасы. И ось так, в принципе, вздох всей червоной пунктирной линии, это и позначено маршрут. Ось гора Петрос, далее йде гора Говерла и ось на південний схід Чорногирский хребет. Турист-экстремалы села Грушевка Днепропетровской области в одиночку переночевал зимой в горах. Член спортивного турклуба «Сталкер» Николай Шушикин в канун Нового года совершил одиночный пеший поход по Карпатам. Свой маршрут распланировал заранее и начал его в селе Квасы. В новогоднюю ночь ночевал между двумя вершинами Петрос и Говерла на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря. Но ходил сам, естественно, и ночевал в намете сам. Ночевать в намете, в принципе, в зиму это специфичная особенность, потому что не только холодно, но и на ранок стает все влогим, конденсат собирается на речах. Это был не первый успешный зимний поход Николая. Все начиналось с Крыма. Но после того, как его оккупировали, турист туда больше ни ногой. Из всех пройденных маршрутов этот оказался самым сложным. Пришлось даже делать остановку на день на Черногорском хребте в Доме спасателей. Ветер был настолько сильным, что сдувал людей с ног. Николай работает учителем в средней школе села Грушевка. Преподает историю, географию и физкультуру. С самого детства мечтал путешествовать и быть горным туристом. Мечты сбылись. Сейчас у него за плечами восхождение на гору Казбек и Эльбрус, а это более 5000 метров над уровнем моря. Потом на наступный день поднялся на Говеру и так, как погода сприяла, было солнечно, ну, трешки ветер дул, но нормально. Прошел вдовсе всего Черногорского хребта. Деясь закинчив маршрут на крайнюю точку Черногорского хребта, это гора Пип-Иван-Черногирский. Там, в принципе, герский похит закончился и уже далее был спуск на селный пункт. После спуска с Черногорского хребта Николай испытывал чувство гордости. Теперь у туриста грандиозные планы. Летом в Кавказские горы. Ну, а потом цель – Эверест. Николай Чирва, Евгений Анистрат, Первый городской. Отжиматься, что есть сил. Полиция Кривого Рога поучаствовала во флешмобе Push-Up Challenge. Поддержку воинов-ветеранов, которые вернулись из зоны проведения АТО. Управление патрульной полиции Кривого Рога приняло эстафета от десантников 79-й отдельной штурмовой бригады. Изначально этот флешмоб родился в США. Департамент по делам ветеранов американской армии опубликовал шокирующую статистику. В 2014-м около 22 бывших военных ежедневно сводили счеты с жизнью. Отсюда и начался флешмоб. Суть его заключается в том, что участники должны отжиматься на камеру по 22 раза, а потом передать эстафету дальше. Push-Up Challenge быстро перепрыгнул через океан и дошел до нас. В Украине нет такой ужасной статистики демобилизованных бойцов АТО, которые заканчивают жизнь самоубийством. Но все же проблема существует и она глобальна. Выиграли на домашней арене. 19 января хоккейный клуб Кривба сыграл матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги с Харьковским Витязем. Гости сразу же открыли счет. Несмотря на преимущество Кривбаса в количестве бросков по воротам и игра нескольких минут в большинстве, харьковчане все-таки ушли на перерыв лидерами. Но во втором периоде наша команда собралась, сразу отличился Валентин Алексюк и сравнял счет. Далее хозяева реализовали большинство и сделал это Игорь Слюсарь. А следующую шайбу в ворот соперника отправил Ярослав Свищев. Таким образом, второй период закончился со счетом 3-1. В завершении матча Харьков был настроен решительно, но Витязь не смог преодолеть напористость Кривбаса и получил шайбу в свои ворота. Матч завершился со счетом 4-1. Теперь подопечный Александр Куликова готовится к игре с Кремничугом на выезде. Матч состоится 21 января в 17.00. Вы смотрели «Время Кривбаса» на Первом городском. В субботу не пропустите итоги недели с Юлией Емельяновой. А в понедельник в этой студии встречайте Наталью Болдинскую. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин